Покажу маленький секрет, чем психованный паук отличается от непсихованного. У непсихованного брюшка, ну так условно называемая жопка, будет хорошо волосатой, беззавысен. Потому когда паук психует, он сбрасывает ядовитые волоски, потёршись как бы лапочками от брюшка. Волоски слетают вместе с чешуйками кожи и получаются завысены. Чем более психованный и нервный паук, тем лысее брюшка у него. Вспомните Стриклера, там можно видео в этом, в плейлисте посмотреть, птицеедами. Он там полувысый товарищ был. Нервы были расшатаны, не к чёрту, так сказать. У Машеньки крепкая нервная система. Ну я шучу, конечно, но вот такая спокойная девчонка. И просто когда у неё не настроение, я к ней не пристаю и всё. И поэтому она особо не психует, я её не довожу до нервных срывов. У нас гармония и взаимопонимание. Попробую сегодня Машке предложить таракашку. Она, в принципе, уже должна проголодаться. Да хоть и выделывается. Ой, говорит, не хочу. Ну ты подумаешь, может, лянь. Я тебе его оставлю, не переживай. Будешь брать, нет? Вот когда я прикасаюсь с тараканом к вот этим передним длинным первым лапкам, она уже понимает, там обонятельные у неё вибрисы, она знает, чего это такое, распознаёт объект. Там у них и обоняние, и вибрацию чувствует. Ну просто сейчас вот брать не хочет. Пугает его, видите, хелицерию показывает. Я ведь тебя сейчас, ух, напугаю, и ты от меня отвалишь. Глаза заблестели. Видите, красота какая. Да, солнце? Да, не хочешь. Я тебя понял. Ну я тебя оставлю, потом съешь. Она бывает скромничать. Ага, ловить собал, ася он убежал. Будет тебе фитнес на ночь. Позанимаешься, да? А на ручки, ёханый бабай. Ну иди. У неё сейчас, да, настроение лирическое, её всё время придёт на ручки, а мне вечно некогда. Это же закон подлости. Потом, когда у меня время будет, она не захочет на ручки идти. Ну идёшь, нет? Идёшь? А, всё, передумала. Ну как хочешь. Ты такая интересная женщина. Ну всем пятниц на неделе. А я закрывать собралась, она попелась. Ну завась уже. Тихо с тобой. Всё? Ну это лишь бы повыделываться. Вот когда я передумала, я тебя закрывать собираюсь, ты начинаешь лезть на руки. Ну вот как это назвать? Там он кабели выясняет, кто круче. Галкают задним фоном. Тут ты решила на подкрадухах вот это вот. Угу. Настроение страшная фигня. Особенно, когда телефон в одной руке. Вот сейчас надо подставлять вторую руку. Сейчас телефон буду вожить. Прикольно, пока она перевозит, я вожу в телефон. Потом пока беру телефон, пока включаю. Да, тут уже тысяча телодвижений происходит. Да, неудобно без штатила, конечно, это дело. Абсолютно. Вот такая красопета. Да, повторяюсь, гавкают не пауки. Да, и не облефары. А Джоник с Патриком выясняют, кто кабель из них круче. Вот такая девушка. Красавишна. Опять некуда идти, да? Ух ты, елки. Только, скажи, успевай руки подставлять. То разгона никакого. Хозяйка маленькая. Да, скажи, паук большой. Хрен разгонишься. Ну подожди, сейчас руку подставлю. Ну вот опять, пока я подставляла руку, она уже, и браво, телефон заново. Она уже по кругу успела намотать тут мне. Вот, машутка. Что-то тебя, походу, весна прищемила в каком-то месте, да? Что тебя вот так вот прет на подвиги? Глазочки блестят. Ну, столько шоу у меня, собственно, с телефоном, я уже никак понять не могу. Больше месяца. С резкостью проблемы, а тем более одной рукой ее увеличивать не могу. Поэтому, ну, будем любоваться вот так вот, как могу. Ну шо, еще пойдешь? Ну, держись. Хреново ты держишься. Ну там крючочки, конечно, только не падай. Разворачивайся. Ой, паутину напустила. Вот жопа, бронепоезд мой. Давай, давай, разворачивайся. Ладно, сейчас буду подставлять еще руку. Что, прогулки с Машенькой, тема увлекательная. Вот такая красавица. Вот такая. Во. Я думаю, отлично видно. Красоту такую. На любителя, я уже говорила. Да, не всем нравится. Вот испугалась дуновение, побежала. Сейчас буду опять руку менять. Если вы интересуются такими товарищами, обращайтесь. Есть малыши в продаже. Да, краснодон. Мадон. Гулёна моя. Ну, вот правда. Чисто закон подлости. Когда мне не надо и мне некогда, она прется на ручки. Да. И кушать, скажи, я буду потом. А вот когда я поставлю штатив, соберусь красиво поснимать там ее, свет включу, чтобы каждая волосиночка блестела, вот тогда она будет в плохом, зараза, настроении. Принцесса, блин, твою дивизию. И там мне в ютубе какой-то интересный товарищ писал. Ой, надо быть ненормальными, чтобы с пауками разговаривать. Люди, это надо быть ненормальными, юмор не понимать. Да, и быть совсем тугими на всю голову. Чтобы не воспринимать такой позитив. Или вы думаете, что я надеюсь, что она мне отвечать начнет? Люди, вы что, собственно, как-то даже не знаю, как комментировать. Да, я прекрасно понимаю, что она меня не слышит, как и у блефары, не понимает мою речь. Но это мой позитив, да, мой способ, вот так вот, самовыражение. И опять-таки, кому не нравится, проходите мимо. Никого насильно не держим, да, Маша? А вообще, кто совсем негативный, будем приходить обе в страшных снах. Машенька вот такая вот большая, просто страшная. А я не расчесанная, тоже очень страшная. Почти как Машенька. Там твой таракан пришел, пойдешь к таракану, глянь, вон там он, глянь, вон, видела? Иди. И та нет, я еще гулять буду. Да е-мое, мне же еще детей кормить, блин, четвероногих, солнце мое. Ну, а ты вот это вот начинаешь мне, я буду. Ну, давай руку опять поменяю, или ты развернешься. Развернешься, не? Я поняла, сейчас подожди. Ну, уникальная женщина, я уже говорила, у нее настроение, конечно, штука суперская. То может быть не в настроении месяцами, то потом, вот все, у меня лирика, я хочу гулять, и хоть ты тресни. Да, так что вот такая девчонка. Красавишна. Ну, уже размер, конечно, приличный. Да, когда-нибудь со штативом надо будет линейку притолить, посмотреть. А, в принципе, я сейчас попробую одной рукой. Ну, на штативе будем взвешиваться. Я только штулила обоими руками без телефона, а так, чтобы притулить, ну, я думаю, вот так вот видно, что она без учета лап 8 сантиметров под тело. От хелицер до окончания брюшка. Ну, там с половиной сантиметра, половину мы считать не будем. Так что вот такая девушка. Красавица. Ну, понятно, что с ногами больше, но ноги просто не считают. Она может сесть, он растопырится, на всю ладонь получится. Это не факт, это не размер. Ну, пойдешь, нет, глянь, таракан тебя ждет. Давай. Мне некогда, ты вот это надумала, свази. Все? Все, отлично. Да ну, вон нафиг твоего таракана. Я пойду сейчас опять гулять. Мне солнце, правда, некогда. Да, еще куча мероприятий у меня на ночь культурно-массовых. Хочете, еще тараканов накидаю, только сама там занимайся.